Под градом пуль на полях сражений, прикрывая товарищей, отчаянно сражаясь, советские солдаты отдавали свои жизни за победу. Но, к сожалению, по разным причинам не каждый герой в свое время был удостоен высоких наград. Многих из них мы узнаем уже через годы, но самое главное, что и спустя 77 и 100 лет память о народном подвиге будет жить. Накануне Дня Победы глава государства Касымжимар Токаев посмертно присвоил героям войны высшее звание Халыка Харманы. За мужество и героизм, за победу и наше мирное небо. Эти солдаты не искали наград, не ждали поощрений, не мечтали о продвижении по службе. Единственная их цель – победить врага и отстоять Родину. И сегодня мы чтим их память. Тулиугали Абдебеков – снайпер 302-го гвардейского стрелкового полка 8-й гвардейской стрелковой краснознаменной дивизии. Он родился в 1916 году в Жарминском районе. Абдебеков был одним из лучших снайперов дивизии. Уничтожая сотни врагов, он успевал обучать сослуживцев снайперскому делу. За годы войны Абдебеков уничтожил 395 фашистов. В 1944 году был тяжело ранен в наступательных сражениях, умер в Мецанбате Калининской области. За многочисленные подвиги и проявленное мужество командование выдвигало его на присвоение звания Героя Советского Союза. Но этого так и не случилось. Лишь спустя 77 лет со дня победы знаменитый стрелок получил награду «Халык Кахарманы» как символ того, что самоотверженность и героизм вечно живут в памяти. Сегодня указом президента за отвагу и героизм были награждены посмертно наши двое восточных казахстанцев званием «Халык Кахарманы». Это очень отрадно, что и символично в честь 77-летия наши восточные казахстанцы получили такое звание. Наша молодежь должна ценить и уважать, отдавать дань нашим бабушкам, дедушкам за героизм, который они совершили. Командир 1-го стрелкового батальона 690-го стрелкового полка 126-й стрелковой горловской краснознаменной дивизии Александр Несмеянов. Также в числе тех, кому присвоили звание «Халык Кахарманы». Он был призван в армию в Котом-Карагайском, а тогда Зыряновском районе, в 1934 году. На фронте оказался в 1942 году и трижды выдвигался на звание Героя Советского Союза за подвиги в боях. Однако так его и не получил. Долгие годы все сведения о нем были засекречены. Для нас это очень большое событие. Награды нашли своих героев. Решение президента Касымжумарта Тукаева стало подарком для всех, кто чтит подвиги своих соотечественников. Кто помнит об их вкладе в победу. Именем Александра Несмеянова планировалось назвать школу в районе Алтай, и жители это активно поддерживают. Мы думаем, вопрос решится в скором времени. Решение президента представления к награде – это большая честь. Продолжение следует...